Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер западный 4,9 м в секунду, температура воздуха ночью 12 ниже нуля, местами столбик термометра опустится до минус 23, днем минус 1, минус 6 градусов, местами отмечается понижение температуры до минус 12, на дорогах гололедица и снежный накат. В Черкесии переменная облачность без существенных осадков, ветер западный 4,9 м в секунду, ночью столбик термометра опустится до отметки минус 17 градусов, днем будет от минус 1 до минус 3, на дорогах отмечается гололедица и снежный накат. Только что в Ставрополе прошел турнир по ММА. Наши земляки Ринат Эльканов, Шамиль Бастанов и Арсен Тикеев под руководством своего тренера Марата Алиева, каждый в своей весовой категории завоевали первые места. И в эти минуты в нашей студии чемпионы делятся своими впечатлениями о прошедших соревнованиях. Доброе утро всем. Доброе утро, Марат. Доброе утро. Ну, естественно, я обращусь к тебе, потому что ты каждый раз приходишь с новыми чемпионами, за всеми не уследишь. Ты сегодня пришел со своими новыми чемпионами. Ну вот представь их, пожалуйста, нам. Ну, не совсем новые они. Это Бастанов Шамиль, он у нас абсолютный супертяж. Эльканов Ринат, 14 лет, и Арсен Тикеев. Марат, ну, вот честно сказать, мне на них немножко смотреть страшно. Я как мама просто переживаю. Я смотрю, эти дети, они перебитые. Вот неужели им это нравится? У одного на подбородке синяк, у другого нос сломан. Ну, как родители к этому относятся? Как вас отпустили? Ну, меня отпустили. Это все равно же мне пригодится в будущем, когда для замысла самозащиты, для того, чтобы своих родных защищать, близких. Ну, в общем, вы считаете, что такие синяки украшают мужчин, да? Да, естественно. Марат, ну, расскажи, пожалуйста, как вот прошел этот турнир, который вот-вот состоялся в Ставрополе. Ты сообщал о том, что у тебя вот еще один чемпион, вот еще один чемпион, вот еще один чемпион. Он, в общем, радовался успеху своих подопечных. Ну, если серьезно, хотелось бы спросить, как твои ребята выступили? Ну, у нас самый первый подрался Шамиль, вот. У него бой очень быстро закончился, он с правой очень сильно зарядил сопернику своему, что тот даже чуть-чуть этот вырвал сразу после этого. Плохо стало. Да, плохо стало, и он отказался от продолжения боя. Вот, он самый первый подрался. Потом Арсен, Арсен тоже во втором раунде техническим нокаутом закончил бой, добиванием. Ему пришлось чуть-чуть повозиться. А Ренат два раунда подрался, потом назначили экстра-раунд, и в экстра-раунде уже решил в свою пользу тоже поединок. А что такое экстра-раунд? Ну, это когда по итогу двух раундов не могут определить, кому победу отдать. Ренат, вообще, наверное, самый юный твой чемпион. Ну, он по годам, да, так он уже опытный. Он в республике уже первые места занимал. И на СКФО дрался. Ну, это был значимый для вас турнир? Шамиль, скажи, пожалуйста. Там, конечно, это вообще первый мой турнир был, где выступали за пояса, и там конкуренция очень большая была. Марат, зная твой характер, я думаю, что ты готовишь их опять к каким-то новым соревнованиям. Ну, Шамиля, его соперник, реванш попросил. Это будет через месяц, на март. А Арсен с Ренатом, может, в феврале, если будет отбор на СКФО по панкратиону, пока только. Что ж, поздравляю вас с победой. Дай Бог, чтобы вы приносили пользу своей республике, своему народу. И благодарю за участие в нашей программе. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну, а наш информационный эфир продолжит вещание на абазинском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. «Панорама». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова